Платить за обед электронной картой могут ученики городской классической гимназии. Здесь начали реализацию проекта «Школьная карта». Для каждого ученика она индивидуальна, с персональными данными и информацией о лицевом счете. Уже сегодня некоторые школьники получили электронное приспособление. Теперь родители будут знать, чем питаются их дети и сколько на это тратят, рассказывает Саргалана Федорова. Очень удобно. Ребенок не носит с собой деньги. Я как представитель родительского комитета, которым постоянно питанием занимаемся, это облегчает работу родительского комитета. Потому что каждый родитель сам онлайн деньги скидывает, смотрит. Если ребенок по каким-либо причинам заболел, не пришел в школу, всякое бывает в жизни, тогда получается перерасчет на питание не надо делать. Это все фиксируется. Разработчики проекта «Алмазыр Генбанк» и Центр программного обеспечения «Статус» рассказали родителям и учителям о процессе работы системы. Разработчики со временем планируют карту питания ученика превратить в единую карту школьника, которой можно оплачивать школьные кружки, секции, проезд в общественном транспорте. Если до конца года работа системы покажет положительный результат, то с 1 сентября следующего года гимнадия перейдет полностью на безналичный расчет. Мне кажется, карточкой лучше, потому что деньгами иногда надо считать, сколько так, а карточкой просто ложишь и все. Также система позволяет вести точный расчет учащихся, получающих компенсацию и бесплатное питание. При этом контроль качества школьного питания по-прежнему остается актуальным. Внедрение данной системы позволяет более оперативно отслеживать. Есть мониторинг, чтобы не было повтора одних и тех же блюд. То есть дает более широкий спектр для анализа питания как для родителей, так и для организаторов питания, так и для руководства гимназии. Проект школьные карты будут расширять. И со временем к системе могут присоединиться все образовательные учреждения столицы. Саргулана Чедрова, Евгений Тайтонов, МВК Саха, Якутск.